Снова привет, вы на канале ForGameFree и сегодня мы будем продолжать делать игру типа CSGO. И сегодня именно мы будем заниматься разработкой вот таких маленьких тупых человечков, монстриков желейных. Ну короче, в чем суть, ребята, если на названии написано, как сделать что-то школьнику, то понятно, что здесь ничего сложного не будет. Поэтому если вы шарите, ну короче, не смотрите это видео, это будет просто для новичков. Ладно, а новички мы продолжаем. В общем, суть в чем, эти монстрики будут на нас нападать, если приближается слишком близко, они будут нас кусать и мы будем умирать и перезапускается уровень. И перед тем, как мы начнем, я хочу предложить вам сайт unity3dschool.ru, на котором вы можете найти курсы по разработке игр. Ну и к тому же там еще есть такая функция, как обучение и живым человеком. В чем плюсы? Во-первых, вы выбираете сами тему. Во-вторых, вы платите только за каждый урок, вы не платите за все сразу. В-третьих, вы можете отказаться от обучения в любой момент. И в-четвертых, конечно же, живым человеком намного проще. Ну, вы будете устранять ошибки, которые вы могли сделать при неживом обучении. Ну, в общем, эти плюсы, ребята, короче, заходите. Ну, а пока вы еще решаете, зайти на сайт или нет, давайте мы скачаем вот модельки наших монстриков. Скорее всего, вы новичок и делать их сами не умеете, поэтому, короче, качайте, ссылка в описании есть. И плюс, ребята, скажу сразу, что эти монстрики вообще не полноценны. То есть, это не полноценный АИ. Полноценный АИ, как делать, вы можете найти на канале, там много таких видео. В чем суть? Эти монстрики полезны. То есть, это не просто, как бы, типа, лайт-вариант для новичков. Нет, они полезны, когда? Во-первых, когда вам не хочется слишком сильно нагружать процессор. Потому что, ну, вот эти монстрики, они вообще, они, ну, они почти не жрут ни процессора, ни надо запекать карты. И второй плюс, это то, что, если у вас динамическая карта, вы не можете вот так просто взять и использовать стандарты на вмеш, вот, короче, ну, никак вы это не сможете сделать. В таких случаях вам подойдет вот этот вот монстрик. Ну, как вы видите, для начала нужно сделать ему физику и коллайдер. Как вы видите, я это уже сделал. Я перетащил его на сцену и просто добавил два компонента. Все просто. Хорошо, теперь что нам нужно сделать? Нам нужно, короче, для начала зафиксировать вот и вот. Для чего? Чтобы физика не могла крутить по осям X и Z. Ну, тогда он сможет только поворачиваться. Нам как раз это и нужно. И теперь создаем скрипт, который будет управлять нашим, вот, монстрикам. Ну, как это, кстати, делать? Создавать скрипты я рассказывал в предыдущем уроке. А все, что будет далее, что мы будем писать в следующем, вот, в следующих пару минутах. Там все, вот, почти полностью идентичное на то, что мы делали в уроке управления персонажем. Вот, я выпускал его, вот, буквально, может, полмесяца назад. Там мы делали 2D персонажи и, в принципе, это то же самое. Вот, открыли мы наш скрипт и мы видим здесь старт, апдейт. И для начала нам нужно сделать публичную переменную, то есть, паблик трансформ таргет. В этой переменной будет находиться, то есть, наш именно игрок, именно цель, к которой движется наш монстрик. То есть, ну, он должен знать, к чему двигаться. Мы перетаскиваем, получается, вот сюда. И все, в принципе, продолжаем. В апдейте мы должны постоянно двигаться, просто, вот, просто брать и двигаться к нему. Просто напролом. И пишем здесь, получается, что transform.position равно, то есть, мы создаем новую позицию. И мы используем здесь функцию lerp. Давайте сначала разберем, что такое lerp. Эта функция lerp, она работает из векторами. Ну, проще всего будет объяснить на таком примере. Например, мне нужно пойти из Москвы в Санкт-Петербург, но не именно из Москвы в Санкт-Петербург, а просто в ту сторону на 1 километр. И вот эта функция lerp, она по данным, где находится Москва и где находится Питер, она высчитывает, получается, мою координату, где я буду, если я пройду 1 километр. Ну, то есть, как приблизительно это выглядит на рисунке. То есть, вот так. Дистанция, ну и вот эту точку, как раз она и возвращает. То есть, она нам показывает точную точку, да. И параметры у нее V1, V2 и ES. Получаются координаты первой точки, координаты второй точки и дистанция, на которую мы идем. Вот, в общем, как мы здесь используем. Это мы новую позицию для нашего монстрика делаем. И мы идем, получается, от своей позиции в позицию, ну, нам нужно превратить от позиции монстрика в позицию игрока, да. И на какую-то дистанцию. И вот если у нас известная скорость, узнать дистанцию очень просто. Она должна просто умножить скорость на время. А тайм, точки, дельта, тайм это как раз время между кадрами. Ну, почему это так, я уже объяснял в предыдущем каком-то, короче, уроке. Посмотрите, да. Давайте запустим и посмотрим, что у нас происходит. Так, и... Ну, он, в общем-то, движется, но почему-то он крутится. А, я, кажется, понял, почему он так странно крутится. Да, и вот, видите, кстати, он пока что не прыгает, он просто ползет к нам. Ну, как ползет, пытается. Ну, нужно еще сделать, чтобы он прыгал, во-первых. А, во-вторых, нужно зафиксировать его еще вот здесь. Потому что, когда он переворачивается, ну, да, это, получается, будет ему мешать. Хорошо. Здесь еще же, получается, x, y перепутанные. Или y и z. Теперь так смотрим, да. Мы будем уже его разворачивать уже в самом скрипте. Да, все супер, он к нам ползет. Даже он какой-то слишком уж сильно настырный. Смотрите, он... А, ну, убежали? Нет, не убежали. Да-да-да. Так, хорошо. Мы возвращаемся в наш скрипт. И теперь нужно немножко здесь его, ну, не изменить, а приукрасить. Мы пишем такую функцию. Transform.lookat.target. Эта штука заставит монстрика смотреть прямо на нас. То есть, ну, таргет это мы, и lookat это такая функция, которая... Ну, короче, смотрите, вот, видите, получается сейчас. Вот, видите, он смотрит на нас сразу же. Оп. И все, мы его убили. Все. Все, мы красавчики. Красавчики, да. Все. Ага. Теперь мы что еще пишем? Мы пишем, что получается, если... Вот давайте мы сейчас сделаем, чтобы он прыгал. Когда нам нужно прыгать? Нам нужно прыгать, когда получается... Ну, нам, в смысле, монстрику прыгать, когда цель выше, чем мы. Ну, и вот мы пишем, если, короче, transform.basion.y больше, чем transform.basion.y. Наверное, даже плюс 1.5f, ну, типа, с запасом. Мы пишем, типа, мы прыгаем. Jump. Но для этого сначала нужно сделать саму функцию Jump. То есть, он... Ну, нет такой функции. Встроенный Jump. Нам нужно самому ее сделать. Давайте напишем сначала... PublicRigidBody. Так, PublicRigidBody. RB. Так, как-то привычнее называть. Это мы получим доступ к вот этому вот объекту RigidBody. Мы сейчас... Ну, мы еще не получили. Мы получим... Мы напишем VoidStart. Как вы помните, мы его удалили. Зря мы его удалили. Мы пишем RB.getComponentRigidBody. Мы таким образом в RB, в переменную, запишем ссылку на компонент RigidBody. И мы получим к нему доступ. А в RB там уже есть такая функция AddForce. То есть, прибавить силу, получается. Мы приложим силу к физическому объекту. И чтобы сила была вверх, короче, мы сделаем сейчас... Для начала нужно записать, да, PublicVote JumpForce6F. Наверное, хватит. И... Также приватный вектор GMP. Ну да. Нужно его создать, чтобы каждый раз его не создавать. Мы пишем GMP равно NewVector3. Хотя, стоп. Нет. Transform.Up умножить на JumpForce. Да. То есть, направление вверх. И направление умножаем на силу. Да. Все супер. Можно даже было не создавать GMP. Можно прям там было писать. Это, в принципе, для Виктора все равно. Ну. Смотрите. Точнее, смотрим. Он сейчас должен начать прыгать. Так. Что-то он не прыгает. Ну давай же. Вот я выше залезу. Нет. Не прыгает. Странно. Почему? Может, сила маленькая? Или же 1.5F слишком большое. Короче, долго я что-то тупил. Не мог найти проблему. Вот видите, даже убрал плюс 1.5F. Но суть в том, что надо было написать rb.atforce и не просто gmp, а gmp, точнее, gmp, запятая force mode.impulse. Потому что сила не должна быть постоянной. Должна быть просто вот так раз и все. Вот так раз и все. Плюс я к тому же написал в скрипте стрельбы условие, чтобы не уничтожался объект, если этот объект это мы. Ну вот hit.collider.gameobject не равно gameobject. А gameobject это именно наш gameobject. Ну вот. Также я видите прибавил 15 до jumpforce, потому что думал, что это будет мало. Так, смотрим. Ой. А, что-то он высоко прыгает. Нет, jumpforce 15 это перебор. Ну, реально перебор. Они как минимум на стену не должны запрыгивать. Вот он прыгает. Короче, смотрим и видим, что нужно, во-первых, уменьшить jumpforce до 5. А во-вторых, нам... Да, кстати, там тоже надо изменить. Нам нужно что-то сделать из... Вот смотрите, чем... Иногда, всё-таки иногда так получается, что он может в воздухе, ну вот бас, на ровном месте подпрыгнуть. Если вы хоть раз в жизни прыгали, вы понимаете, что оттолкнуться от воздуха нельзя. То есть прыгать можно только тогда, когда ты не висишь в воздухе, а стоишь на чём-то. И фишка в том, что нужно это вот здесь как-то исправить. Я это уже исправлял, опять-таки, в управлении персонажем в видео. Посмотрите, там как раз это всё, что здесь я описывал. Там всё очень детально. Да, и мы здесь пишем. If is grounded. То есть мы сейчас будем проверять, получается, если мы стоим на земле, мы можем прыгать. Ну, поняли, типа такого. Мы делаем функцию, которая возвращает болевающее, получается, значение, да. И как она проверяет, стоит мы на земле или нет. Получается, мы у подножья персонажа рисуем вот такую сферу невидимую. И если у эту сферу попадает что-либо, кроме персонажа, получается, мы на чём-то стоим. Это я уже подробно объяснял в, опять-таки, том же уроке про управление персонажем. Ну, мы пишем, получается, точка, это transform.x, transform.poz.y-1. Ну, потому что немножко ниже, чем transform. Ну, и радиус там какой-то. Ну, это всё подбирается. Я не знаю, так наугад просто пишу, получается. Я точно не уверен, сработает это или нет. Но, тем не менее, скорее всего, должно работать. И теперь мы перебираем, получается, весь этот массив, который мы получили из вот этой функции. И смотрим, то есть, сколько там всего коллайдеров, таких, которые нам подходят. То есть, такие, которые не наш коллайдер. Ну, то есть, ssy.gameobject не равно gameobject. Ну, понятно, в принципе. Так, теперь что мы делаем? Мы, получается, сделаем ещё счётчик G, чтобы, ну, G+, плюс. Короче, в общем, если хотя бы один влазит туда, левый, тогда, получается, мы стоим. Такая железная логика. Вот, видите, всё работает. Он не прыгает лишний раз. Где он? Он на дерево взлез, что ли? А, да. Вот он слез уже. Ну, в общем, в принципе, само движение мы уже сделали. Он прекрасно движется к нам. Вот только нужно ему что-то ещё сделать, чтобы он, когда приближался к нам... Ой. Мы упали. Нужно ещё, короче, изменить в скрипте стрельбы. Стрельбы нужно изменить, добавить, точнее, условия, что если этот, короче, gameobject не имеет компонента вот этого, короче, jelly AI, то есть он не монстр наш, тогда не нужно его удалять. То есть мы удаляем только тогда, когда наш вот этот объект, который мы выстрелили, это наш желе. И также теперь мы ставим здесь onTriggerEnter. Это функция, которая срабатывает, когда какой-то коллайдер соприкасается к тому, на котором висит объект. Ну и, кстати, да, нужно написать onCollisionEnter, потому что у нас не стоит на коллайдере галочка из Trigger. Если бы стояло, то нужно было бы писать onTriggerEnter, а так onCollisionEnter. Ну и понятно, что там есть такой параметр, как other. То есть нам возвращается ещё и сам объект. Ну и как, в принципе, нам не нужен сам объект, мы просто вот пишем scenemanager.loadscene, scenemanager.getactivescene. Получается, мы просто перезагружаем эту же сцену. То есть мы загружаем ту же сцену. А, ещё нужно проверить, это ли наш объект, получается, это ли... Это ли наш персонаж главный из пистолета. Ну, опять-таки, мы через гид-компонент проверяем, потому что только у нашего персонажа может быть... А, здесь нужно не... Так, а точка name нужно ещё написать, да. Теперь всё правильно. Смотрим. Так, сейчас он к нам приближается. И ничего не происходит. Странно. Так, стоп, это... А, это, наверное, походу из-за того, что у нас этот... Короче, на самом вот плеере у нас стоит не коллайдер, а... Чарактер. Хотя оно должно всё равно. Или он просто не соприкасается. Кто его знает? Знаете, что мы сделаем? Мы, наверное, поступим по-другому. Мы будем использовать не on trigger enter, точнее, on collision enter. А мы будем просто использовать... Мы сами, так бы сказать, запрограммируем. Если он приблизится на дистанцию какую-то, то есть, ну... Если он станет слишком близко к нам, то просто мы... Вот, перезагружаем сцену. То есть мы, типа, ну... Мы проиграли и снова перезагружаем сцену. Мы в update пишем, что если... Вектор 3 точка distance, там уже есть такая готовая функция. Мы сюда вписываем один вектор и другой. Первый вектор это transform.position, а второй... Этот, короче, target.position. И нам нужно смотреть на... Получится, если дистанция меньше 1.5f... Ну, это тоже, опять-таки, можно 2f, можно... То есть, чем больше ставим, тем... Тем больше дистанция будет соприкосновения. Ну, и тоже перезагружаем, получается, нашу сцену. Тоже ставим здесь точка name. Обязательно. И запускаем. То есть, ну, поняли? То есть, если мы проигрываем, там ничего не выводится, просто перезагружается сцена. Ну, да, можно там сделать типа меню, но сейчас, как бы, мы... Не этим занимаемся. Вот, видите? Работает. Бац и все, бац и все. Вот, просто приближается на 2 юнита, и все. И мы умираем. Все работает. Хорошо. Ну, все. Осталось только накидать кучу вот таких ботов. И скомпилировать игру под Windows. Ну, а также там одинаково, в принципе, Mac или Linux. В общем, под ПК. Так, давайте для начала накидаем ботов. Мы будем их кидать не в скрипте, а просто вот так возьмем. Просто и накидаем, сколько есть. Так, давайте сейчас просто вот так продублируем с помощью Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ну, или же можно с помощью Ctrl C, Ctrl V тоже так же. Копировать, вставлять, копировать, вставлять. Ну, и разбрасываем их по сцене. Кстати, даже не обязательно, чтобы они ни к чему не прикасались. В Unity автоматически, получается, при... Ну, если в начале он оказался в коллайдере, физика просто его вышла. Нет, из коллайдера. Вот, видите, мы уже можем играть. Ну, конечно, F5 жестоко проседает, потому что... Во-первых, я записываю. Во-вторых, у меня комп слабый вообще, капец. Наверное, он и без записывания тоже не будет особо не лагать. Ну, в общем, вот мы можем уже поиграть даже. Ну, в общем, в принципе, даже если немножко сделать меню, короче, сделать анимацию, сделать нормальную графику, сделать там, ну, эффекты выстрела, эффекты умирания, то будет даже, можно выставить там, не знаю, куда-то выставить. Можно в Play Market выставить пробную версию. И может даже зайдет людям, кто его знает. Хорошо, мы нажимаем Build and Run. И пишем, куда сохранять файлы. Пишем любое название. Это ваш выбор, чисто. Так, оно вернись. Ага, вот. Ну и вот оно компилится. И когда докомпилится, я вас прозову. Наконец-то оно скомпилилось. И мы запускаем вот такое, видите, окно настроек. И мне кажется, сейчас будет просто жестоко лагать. Просто жестоко. Потому что... Не потому что игра плохая, а потому что у меня комп плохой. Для него любая игра плохая. Любая даже 1.6 кска. Так, да, плохо все. Вы просто не видите из-за ускоренного видео, вот насколько проседает FPS. Это просто капец. Просто можно брать и рвать, и метать, и в плохом смысле рвать. Если поставить поменьше разрешение, пойти будет норма. Ну да, как-то более-менее оснастимо. Ну, в общем, даже поиграть можно. Видите, даже какой-то... Ну, если ускорить особенно, то немножко будет даже хардкорно. В каком-то смысле. В общем, спасибо за урок. Напоминаю, что есть такой сайт, как unity3dskull.ru, на котором есть курсы. Это я вот сейчас, ну, типа, ну, не буду же я вам час вот рассказывать. На самом деле все, вот все видео, элементы видео, которые вы видели, на самом деле здесь все просто ускорено. Потому что, ну, час слушать, это же невыносимо на ютубе, да. А вот там есть, если вы хотите, детальные уроки, то есть полностью, с полным объяснением. Для, ну, вот, неважно, какое у вас знание, программирование, подходит это для всех. Вы можете посмотреть, и, ну, вот, кстати, есть там первые уроки, доступные в ютубе. У нас на канале некоторые из них доступны. Можете посмотреть. Ну, и также вы можете написать на скайп, тоже ссылочка в описании. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok